Здравствуйте, с вами вновь Ермолина Татьяна и в этом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на ближайшую неделю наступающую, то есть на период с 30 ноября по 6 декабря 2020 года. Мы проживаем с вами уже последний, самый последний месяц этого года и наверное у каждого из нас с этим месяцем будут связаны свои ситуации, потому что так принято, так принято наверное в нашей психологии, что какой-то период когда заканчивается мы начинаем его ретроспективно анализировать. Плюс мы в ожидании нового периода, значит новых возможностей, новых перспектив, мы все-таки ожидаем, что наконец-таки наши идеи, мечты, наши желания, наши ожидания получат должный результат, получат должный ответ от вселенной. И понимаю, что декабрь в этом смысле переходный, очень мощный переходный этап, когда с одной стороны мы прощаемся, ну по сути дела должны логически прощаться с чем-то, с тем, что уже отжило, с тем, что осталось актуальным в прошлом, да, то есть сейчас потеряла свою, вот всю свою, вот эту вот, весь свой акцент. С другой стороны мы ожидаем, что наконец-таки у нас появятся новые перспективы и возможности, потому что впереди новый этап, новый год. И этот декабрь в этом смысле достаточно важен, именно ровно потому, что нужно сделать и подобный ретроспективный анализ, и подобное стратегическое планирование. Вот, кстати, по поводу этого я сразу хочу сказать, что здесь у меня есть, что вам предложить, и в принципе совместно со мной можно кое-что устроить с точки зрения того, чтобы сравнить, как небеса имеет, какое небеса имеет отношение к вашим планам, насколько сейчас те планы, которые вы хотите в 2021 году, насколько они реально могут быть реализованы, что вам в этом поможет, а что является риском для реализации этих планов. Для этого я приглашаю вас на мое новогоднее мероприятие, чтобы мы совместно со звездами построили планы, поняли все за и против, ну и создали рабочую стратегию. Но об этом мероприятии подробно посмотрите, пожалуйста, в описании, в ссылке под этим видео, там все написано и по тому, в каком формате оно будет происходить, и по тому, что нужно для участия, когда оно будет, и понятно, что по стоимости тоже там информация есть. Что же касается этой недели, то она, по сути дела, первая неделя декабря, и интересно, что она начинается с очень рубежного события, для многих рубежного, я уверена, это с лунного затмения, которое произойдет 30 ноября в 9 градусе Близнецов. Об этом уже очень много сказано, пересказано, и в том числе и мной, я тоже говорила об этом затмении, но еще раз напомню, что, во-первых, оно важно не для всех, и не все чувствуют его силу и его влияние. А только те из нас, у кого это затмение резонирует с картой рождения, а это значит, что на оси, где-то на дуге с 7 по 11 градус Близнецов, Стрельца, ну, Девы или Рыб, в крайнем случае, что-то должно значимое у вас быть в карте рождения. Это планеты, желательно от Солнца до Сатурна, потому что высшие планеты, это совершенно другая история, и мы чаще всего не имеем отношения к ним, это как внешние обстоятельства в нашей жизни. И могут быть даже настолько глобальными, что мы со своей судьбой их, ну, никак не сопоставим, да, что это наше что-то личное, какое-то событие. Или же кардинальные точки, то есть начало первого, четвертого, седьмого и десятых домов. Вот если что-то значимое в этих градусах, в этих знаках у вас есть в карте рождения, то, конечно, лунное затмение на вас действует. Почему действует? Да, потому что оно уже производит какое-то влияние. Коридор затмений начался, напомню, с 15-го, по-моему, ноября, то есть с новолуния, новолуния, которое произошло в Скорпионе. Вот, то есть, но и до этого тоже затмение тоже могло влиять. Просто чем событие, чем дата ближе к самому фактическому затмению, тем это влияние сильнее, тем оно, это влияние ярче. Поэтому если резонирует, то, скорее всего, судьба уже преподнесла вам какие-то подарки, в кавычках. Но, тем не менее, не стоит здесь расслабляться, хотя, думаю, что если резонирует, то о никаком расслаблении здесь речи не идет. Потому что вот эти вот даты где-то с 28 ноября по 2 декабря наиболее интенсивные по влиянию затмения. Даже если ничего не происходило и только к этому собирается жизненный контекст ваш, то вполне возможно, что что-то может произойти именно в этих датах. То есть, вы описывая мною период, так что будьте начеку, но для того, чтобы себя не перегружать излишним беспокойством и напряжением, пожалуйста, посмотрите свою карту рождения с тем, чтобы понять вообще резонирует ли хоть как-то, хоть по какому-то там элементу это затмение с вашей карты. Потому что если нет, ну, живите вы себе спокойно, без всякой оглядки там на ситуации, на события и так далее. Собственно говоря, наверняка проблем особых не будет. Не будет, по крайней мере, в вашей судьбе. Может быть, как-то в судьбах других людей, с которыми вы связаны, будут проигрываться это затмение. И тогда вы просто увидите на их опыте, как наблюдатель сторонний, то, что будет происходить. Но не в вашей. Но что касается самого затмения, то о чем оно? Оно, скорее всего, больше о знаниях, которые мы должны приобрести, каких-то важных для нас, которые могут быть поворотными. Или которые очень изменят ту точку зрения, которой мы сейчас придерживаемся. Кстати, в этом плане, вот, этот коридор затмений, он так вот под конец года так прекрасно расположился, что он очень способствует тому, чтобы мы, во-первых, А, вот как раз отделяли, сепарировали от нас все ненужное. То, что осталось в этом 2020 году. Б, создавали стратегические планы на Новый год. То есть, это вот как бы для этого коридор затмений прекрасен. Коридор, это значит плюс-минус две недели от первого и последнего затмения. То есть, у нас коридор затмений идет до конца года. То есть, буквально до 30 декабря, когда будет, получается, следующее полнолуние. Вот. Так что, не упустить этот шанс. И, конечно, в само затмение, в сам день затмения 30 ноября, ну, я не советую прям уж серьезные прям стратегические планы прописывать. Может быть, его, так как это лунное затмение, то его можно больше отдать на такую рефлексию по поводу ваших отношений с другими людьми. Особенно важными для вас людьми. И вот в дни затмения, там плюс-минус три дня, с этими людьми нужно, может быть, как-то поконтактировать. Может быть, даже не выяснить отношения с ними и не поставить точки над «и» не в этом дело. А может быть, снять с себя какой-то груз тяжести, если он есть в отношениях с людьми, прояснить что-то, какую-то прозрачность нести, но ни в коем случае не в конфликтной форме. То есть, наоборот, больше с месседжем, что «я хочу сделать наши отношения более экологичными». Для этого мне просто необходимо, чтобы вот сейчас был этот прояснен момент, но без всякой претензии к тебе. Если есть такая ситуация, да, это может быть еще и то время, когда нам нужно создать с кем-то, вот мы очень бы хотели с кем-то познакомиться, или с кем-то создать дружбу такую крепкую. Это хорошее время для таких вещей. Но если вы уверены, в общем-то, что у вас отменение не напряженное по карте, не напрягает карту, потому что в таком случае вы впустите в свою жизнь человека, который может создать, наоборот, для вас очень большие проблемы всерьез и надолго. Так что здесь нужно быть аккуратными. И это про отношения с миром, да, то есть, если мы говорим о какой-то работе, психологической такой, ритуальной, рефлексирующей работе, то это про взаимоотношения. Вот хорошо на такое затмение, например, работать с личной жизнью, да, в том смысле, что продумывать себе образ человека, которого вы бы хотели в жизни впустить, как вы себя будете с ним чувствовать. Вот это все проживать, да, в образах, в воображении. Потому что на вот такие мощные энергетические периоды хорошо ложатся, ну, скажем так, более интенсивно работает подсознательная часть. Она более мощно создает намерение. И тогда это намерение может в конечном итоге через какое-то время вылиться в реальную картину. В реальную картину мира, ну, то есть, в реальности, да, в которой вы существуете. Вот. И, конечно, обучение. Здесь нужно попытаться, если у вас есть потребность к какому-то знанию прикоснуться, то в период коридора затмений и как раз-таки вот там неделя, которая прошла уже, и неделя, которая будет, она хороша для того, чтобы эти знания усваивать. Вот. Сейчас они будут реально усваиваться очень мощно, и главное, они будут давать инсайты, да, то есть, они будут давать внутренний отклик, и развитие, развитие этого знания получится в вашей голове. Что не всегда происходит, вы прекрасно понимаете, что иногда мы много что знаем, мы читаем, мы слушаем лекции, мы смотрим вебинары, и у нас ничего не откладывается, да. Да, вот просто как будто с нас как вода скатывается все эти знания, но не этот коридор. Вот этот коридор и вот эта неделя прекрасна для таких вещей. Вот. Это что касается затмений, которые произойдет, напомню, 30 ноября в 9 градусе Близнецов. Это будет лунное затмение славы по своему влиянию, по своей силе. Но может быть яркое именно в вашей карте, если резонанс там есть. Вторник. Вот во вторник, 1 декабря, у нас тут Меркурий переходит знак Стрельца. Ну вот как бы буквально вот он делает в момент затмения очень хорошие аспекты на Сатурн и на Юпитер. И буквально на следующий день он уже перебегает знак, в котором, мягко сказать, он дисгармоничен, но силен. Так что, по сути дела, вся неделя, вот вся неделя вплоть до пятницы включительно, она у нас яркая с точки зрения работы Меркурия. Как, впрочем, и неделя предыдущая. Но если предыдущая неделя была более конструктивной по положению Меркурия, то эта неделя более спорная. Поэтому здесь тоже предстоит много интеллектуальной работы, но уже в более конфликтном ключе или в более таком, знаете, ключе дискуссионном, как минимум. То есть меньше будем впитывать информации, меньше будем экспертного знания получать, больше будем это знание защищать или импарировать. Но это хорошее время для деловых переговоров, для отстаяния своей точки зрения и вот для подобных всех вещей. В принципе, у нас на этой неделе, вот как-то нас небеса так пощадили, что помимо вот этого затмения, которое произойдет буквально в понедельник, и перехода Меркурия на следующий день 1 декабря в знак Стрельца, у нас, собственно говоря, транзитов-то таких вот, мощных транзитных аспектов и нет. То есть, да, мы получим в самом начале недели какой-то импульс, и на этом импульсе, вот как неделя, знаете, начнется, так мы ее и проживем. Да, потому что именно на этом импульсе мы будем жить всю оставшуюся неделю, вплоть до выходных. А выходные у нас на повестке дня вопросы венерианские, потому что Венера в прекрасном аспекте с Нептуном. Сейчас она, напомню, идет по Скорпиону, ну это, скажем так, тоже ее сильное, но дисгармоничное положение, и баланс нам приходится искать за счет таких подходов, ну скажем так, которые не совсем корректны вообще с точки зрения классики баланса, но тем не менее ровно там мы находим какие-то точки соприкосновения с другими людьми и с нашими желаниями и внешними обстоятельствами. Ну вот, знаете, суббота-воскресенье это прекрасное время для романтики, потому что и Нептун у нас в водной среде, и Венера, поэтому выходные посвятите любви в прямом смысле этого слова, тем более Нептун вообще склоняет человека к такой романтическим влечениям, да, поэтому вот сходить бы на свидание, может быть устроить себе какое-то совместное мероприятие, которое было бы полно, полно вот этого всего мимимишного, это было бы очень хорошо для нашего внутреннего настроя, для ощущения нужности, необходимости этому миру, для, понимаете, вот этого ощущения этой обезличенной любви к миру, потому что Нептун ровно про нее, да, про то, что нас мир любит, как будто мы в его колыбели находимся, да. Вот это вот состояние защиты, которое есть у ребенка, да, когда у него все нормально в плане взрослой поддержки, вот оно, наверное, многим из нас сейчас его не хватает, и вот ровно по этой причине я предлагаю 5 и 6 декабря заняться своей личной жизнью для того, чтобы получить вот эту вот порцию и комплиментов, и любви, и вдохновения, и восхищения, и начать на этой вот с помощью вот этого импульса новую неделю, которая начнется у нас 7 декабря, на каком-то таком, на высокой ноте, да, на какой-то экзальтирующей внутренней, что да, я такая, или я такой, это классно. Еще раз напомню, что так как у нас идет коридор затмений, и в него оканчивается год, то классно было бы подвести итоги и спланировать год. Если вы хотите спланировать по звездам, то приглашаю вас на совместное планирование, информацию о том, как мы будем совместно планировать, когда, где, есть в описании, в ссылке под этим видео. Я же с вами прощаюсь и желаю вам всего наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. Берегите себя в это затмении, обязательно берегите. До новых встреч со мной, до свидания.